Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Николай Силков. Смотрите сейчас. Пенсия в кармане. К мобильному приложению ФСЗН подключились уже свыше 170 тысяч белорусов. Будут учитываться пожелания и интересы пользователей. В чем преимущество? Рев мотора. ГАИ усилила контроль за мототранспортом. Серьезность последствий при авариях с мототранспортом значительно выше остальных и зачастую приводит к тяжелым травмам. Как избежать трагедии? Пасхальный переполох. Бобручане готовятся к светлому христианскому празднику. Кулич – это как хлеб, как символ жизни. Где и когда можно осветить куличи. А также справедливое правосудие, выгодная сделка и капризная погода. Белорусов ожидают прохладные и дождливые выходные. Что в прогнозе? На стороне защиты Александр Лукашенко встретился с руководителями высших судов зарубежных государств. Во Дворце независимости сегодня гости из Кыргызстана, России, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Казахстана. Визит связан со знаменательной датой – столетием Верховного суда Беларуси. Наша страна ценит дружественные контакты. Сотрудничество идет в разных сферах по линии СНГ, Союзного государства, ЕАЭС и ШОС. Жизнь подтверждает обоснованность устремлений народов бывших советских республик к более тесному взаимодействию, отметил президент. Многие преобразования в сфере судебной деятельности мы можем проводить синхронно и согласованно. Наша страна всегда открыта для диалога. Но уже сегодня, коль такой случай представился, должен вам сказать, что мы очень серьезно подсматриваем за вами, за вашими нововведениями в ваших судах и делая определенные шаги в реформировании нашей судебной системы. Мы смотрим, чтобы не забежать вперед и не уйти в сторону от вас. Если необходимо что-то сделать на государственном и межгосударственном уровне для вас, мы готовы поддержать и реализовать все ваши конструктивные предложения. Реформирование судебной системы позволило сделать правосудие гуманным, а это одно из главных достижений. В подведение итогов Александр Лукашенко вручил государственные награды 12 судям Верховного суда Беларуси. Тапку в пол. ГАИ усилила контроль за мототранспортом. На неделе в Бобруйске водитель Ямахи прямо на перекрестке совершил опасный маневр. Мужчина обогнал машину, которая двигалась попутно. Момент зафиксировал видеорегистратор. Оказалось, жизнью рисковал 39-летний местный житель. Теперь ему грозит штраф и лишение права управления до года. Госавтоинспекция призывает всех мотоциклистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Серьезность последствий при авариях с мототранспортом значительно выше остальных. И зачастую приводит к тяжелым травмам. Будьте внимательны и осторожны. Билет на тот свет. Мотоцикл – один из самых опасных видов транспорта на дороге. Важно не потерять чувство меры. Вовремя сбросить скорость, отказаться от резких маневров. В прошлом году в Могилевской области произошло 31 ДТП с участием водителей байков. Три человека погибли, 30 получили травмы. Новые должности, молодежный десант и живая память. В стране проходит акция «30 дней до победы». Кто получит материальную помощь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Крупная китайская корпорация планирует увеличить объемы закупок белорусских пиломатериалов на биржевых торгах. Одно из важнейших преимуществ – доставка до пункта назначения. При этом главное, что иностранный покупатель получает качественный товар. Такое сотрудничество помогает улучшить показатели экспорта в сфере деревообработки. В стране появились новые должности врачей. Среди них специалисты ультразвуковой функциональной диагностики, а также рефлексотерапевт. Иглоукалывание позволяет воздействовать на биологически активные точки в разных частях тела. Для этого используются специальные иглы. Процедура помогает при заболеваниях органов малого таза, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и при проблемах с почками. С выше 38 тысяч рабочих мест организуют наниматели для студотрядов. Для молодежи это хорошая возможность не только приобрести новые профессиональные навыки, но и заработать. В каждом регионе уже функционирует как минимум одна бригада. В этом году только в Могилевской области планируют трудоустроить порядка 5 тысяч юношей и девушек. В стране стартовала акция «30 дней до победы». До 9 мая пройдут многочисленные диалоговые площадки, посещение мемориалов и мест воинской славы. Молодежь поучаствует в квестах и наведет порядок у обелисков. Кроме того, около 10 тысяч ветеранов, пострадавших от последствий войны, получат материальную помощь. Суммы от 850 до 2000 рублей. Белорусов ожидают прохладные дождливые выходные. В субботу в отдельных районах возможен северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью до 8 тепла, днем до плюс 12. По прогнозам синоптиков, потепление ожидается только в начале следующей недели. Кратковременные осадки будут иметь локальный характер. В молитвах и мыслях о вечном бобручане готовятся к светлому празднику. Пасхальное меню, украшенные яйца, свежие булки. В магазинах многолюдно, горожане идут за покупками главных атрибутов. Татьяна Горбач попробовала куличи на вкус. Десятки продавцов и сотни довольных покупателей. Пасхальная ярмарка у центрального рынка идет полным ходом. Куличи от мала до велика сметают с прилавков. Ассортимент любо-дорого посмотреть. Выпечка с изюмом, цукатами, орехами. Вес от 100 до 600 грамм. Здесь же можно приобрести крашеные яйца. Как поштучно, так и в упаковке по 10. Время работы с 9 до 3. Закупили к празднику куличи разного размера, разного вкуса, разного вида. Для друзей, родственников и для себя. Пришла за булочками посмотреть, потому что обычно продукция здесь разная бывает, хорошая. И вот колледж печет и привозят. Вот сейчас надо спрашивать только, чья продукция. Посмотрю и смотрю, чтобы тяжелые булочки были. Они тогда лучше. Я люблю такое, например, тесто. Классические рецепты. Тщательно отобранный изюм. Определенная температура маргарина. К изготовлению праздничного атрибута на предприятии «Домочай» подходят с душой. Из года в год комбинат радует горожан традиционной пасхальной выпечкой. Торговля в фирменном магазине идет бойко. За качество и неповторимый вкус покупатели голосуют рублем. В ассортименте более 10 наименований. Каждый кулич в буквальном смысле – ручная работа. Украшения пасхального стола – кекс элитный, сдобный, с изюмом, политый сахарной глазурью, декорированный посыпкой и цветами из мастики. Полукилограммовый шедевр обойдется в 11 рублей 33 копейки. Ну а если душа гурме просит чего-то особенного, есть повод зайти в крафтовую пекарню. Любители необычных сладостей оценят куличи с вишней и бельгийским шоколадом, изюмом и цукатами. Изысканный вкус выпечки с клюквой порадует даже самых привередливых. Булка в 250 грамм обойдется в 8 рублей. Без малого полкило сдобы – в 14. За 6,50 можно купить набор пасхальных пряников. Особенность наших куличей заключается в том, что они пекутся на закваске. У нас в городе других производств заквасочных нет. И закваска работает порядка 80 часов в тесте. И делает его таким воздушным и полезным. При выпечке наших куличей мы не используем никакие химические ароматизаторы, красители, какие-то улучшители, стабилизаторы. У нас все натурально. Между тем осветить куличи и крашеные яйца можно уже в субботу. В Никольском кафедральном соборе с полудня до 20. И в воскресенье после литургии до 11 утра. В Георгиевском храме 15 апреля с 13 до 20 часов, а 16 до 9. Двери всех церквей города будут открыты для прихожан. Подробное расписание на сайте Бобруйской епархии. Кулич – это как хлеб, как символ жизни, потому что Христос есть источник нашей жизни. Мы проходим в храмы для того, чтобы, освятив это, в субботу или же по окончании пасхальной литургии, и проходим домой, чтобы разговеться, возблагодарить Господа за его великие благодеяния. 15 апреля у православных Великая Суббота. В этот день принято вспоминать Христа и уделять внимание духовной стороне жизни, посещать церковные богослужения. В храмах будет особенно многолюдно, поэтому силовые ведомства будут работать в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности, а также оказания помощи гражданам, 15 и 16 апреля сотрудники УВД Бобруйского госполкома будут нести службу вблизи храмов во время проведения праздничных богослужений. Будьте крайне осторожны со свечами в храме. Соблюдайте безопасное расстояние друг от друга. Наблюдайте, чтобы ваш ребенок держал аккуратно свечи. Придя домой, также будьте осторожны со свечами и установите их подальше от легко воспламеняющихся предметов. 16 апреля, в самый главный праздник в церковном календаре, тысячи людей соберутся в храмах, чтобы услышать радостную весть. Христос воскрес! Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Станислав Чичерин, Бобруйск 360. Просто, доступно и легко. 170 тысяч белорусов уже подключились к мобильному приложению ФСЗН. Ресурс позволяет, прежде всего, контролировать своего работодателя. В полном ли объеме уплачиваются взносы в бюджет соцзащиты? Для того, чтобы зарегистрироваться на платформе, понадобится логин и пароль, либо ID-карта. После – аутентификация в межбанковской системе. Приложение доступно на Google Play и App Store. В дальнейшем, конечно, это мобильное приложение будет совершенствоваться, будут учитываться пожелания и интересы пользователей. Ну и надеюсь, что это поможет все-таки контролировать не только со стороны фонда, но и со стороны самих пользователей лицевые счета. В программе также можно рассчитать страховой стаж, либо узнать, сколько его накопилось с 2003-го. При достижении пенсионного возраста в этом году он должен составлять не менее 19 лет, в следующем – 19,5, а в 2025-м – 20. Напомним, женщины уходят на заслуженный отдых в 58, а мужчины – в 63 года. По траектории победы – тренировки, брифинг и долгожданное открытие. В Бобруйске прошел первый этап республиканских соревнований по картингу. Количество участников зашкаливает. Атмосферой драйва прониклась Елизавета Липеева. На площадке у Ледового дворца собрались 66 лучших картингистов Беларуси. Змейка, зигзаг, круг, лабиринт, узел, коридор, уголок – так выглядит путь любителей адреналина. Заезды проходят в двух возрастных группах – от 8 до 12 и от 13 до 16 лет, как в личном, так и в командном зачетах. Город представляют пять юных гонщиков. Участники должны как можно быстрее проехать дистанцию, выполнить элементы и не затронуть ни одного конуса. Помимо скорости, важно еще и мастерство. За каждую сдвинутую фигуру полагается плюс 2 секунды к времени. За неправильные элементы – плюс 10. Это не так просто, как кажется. Поклонники «Формулы-1» прикладывают на тренировках все усилия, чтобы на соревнованиях показать достойный результат. Бобруйчанин Илья Хадиков влюбился в картинг с первого заезда. Экстремальным спортом школьник увлекается уже третий год. И вот спустя не одно проколотое колесо готов бороться за право стать чемпионом среди любителей драйва со всех уголков страны. Когда я только ехал, было чуть-чуть волнительно, но когда я откатался и понял, что я вроде бы ничего не сбил, все нормально проехал. Для победы важна каждая секунда. У юных спортсменов в крови бурлит адреналин и желание стать лучшими. Воплотить мечту в реальность помогают профессиональные тренеры. Они рядом с ребятами в самые ответственные моменты, дают ценные советы, подбадривают и верят в успех. Наши дети, они относятся очень ответственно, слушают, как говорится, все слово в слово и выполняют. У каждого свой стиль езды получается. Каждый, как говорится, по-разному ездит, воспринимает все это наше наставление, любят скорость, технику и, естественно, ремонтировать ее, готовят для соревнований. Первый этап завершается награждением победителей в личном зачете. Командные результаты подведут на заключительном состязании 29-30 мая в Гомеле, где картингисты продемонстрируют кольцевую гонку. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова